Более точные сообщения, коммуникации должны быть последовательны и в коммуникациях очень важно иметь доказательства. Мы не можем выйти на рынок и сказать, что, ну вы знаете, да, у нас тут летающая корова, но ее нужно предъявить, то есть мы должны ее предъявлять, мы должны доказывать свои вещи. И интерактивность, это то, что по сути превращается в лояльность на сегодняшний день, и многие компании в это мере-то двигаются в этом направлении. Где же искать, собственно говоря, прорывы? Прорывы ищутся не в космосе, не на Луне, они ищутся среди наших потребителей. Ну потому что 80% компаний считает, что они все делают хорошо, но только 8% потребителей в это верят. И если мы хотим найти какие-то источники для роста в своем бизнесе, то мы, прежде всего, должны смотреть на наших потребителей. Мы должны смотреть на то, кто они сегодня, кем они становятся дальше. Ну вот хороший пример, начало 20 века. Это другой пример. Мы просто понимаем, что потребитель меняется, то есть мы понимаем, что картина не остается ежедневно одной и той же. То есть люди меняются, меняются ситуации, меняются потребности. И к вопросу клиентно-ориентированности. Вот цитата руководителя Ассоциации российских банков. Не буду я там цитировать, все понятно, что банки состоят, но если чего-то вмешается, то могут ужесточить свою политику в отношении клиентов, особенно заемщиков. Вот когда мы на фоне клиентно-ориентированных рекламных сообщений видим такие вещи, мы понимаем, что у нас с вами есть два пути получить два типа разных клиентов. Вот это вот один тип такой, то есть это лояльные, послушные, спокойные, и которые нам доверяют. Ну, либо обратный тип. Сегодня уже говорили о том, что, в общем-то, к банкам существует, вообще к финансовым учреждениям существует негативное отношение в обществе, и чем более кризисной ситуация, тем более кризисно все это проявляется. Вот есть кто-нибудь, кто вот не в топ-10 банков работает? Есть. Вот посмотрите, если взять, ну, собственно говоря, даже если остальные брать банки, что общего между большинством банков в России и других финансовых учреждений? У них общий маркетинг, собственно говоря, у них общий маркетинговое сообщение. Если вы зайдете на любой банк, вы увидите сервисное позиционирование вот этого. То есть это все банки говорят нам об одном и том же. У нас вот единственная только микрокредитная организация, которая выдавала деньги на зарплаты, говорит более точные, более качественные вещи. Вот это проблема. То есть потому что есть боязнь и опасность того, что мы хотим захватить весь рынок, не потерять никого, и при этом мы теряем всех. И это ключевое сообщение в наших финансовых организациях как раз направлено на всех, то есть значит ни на кого. То есть получить все для всех – это нереальная история. Собственно говоря, мы посмотрели практику зарубежную, а не российскую, потому что почему-то это больше все-таки водошевляет. И Инжи Делект, банк, который построили в 2000 году, за пять лет он набрал в США 3,5 миллиона клиентов. Они быстро собрали портфель в 40 миллиардов долларов депозитный. Это сделано за пять лет в Америке в условиях жесточайшей конкуренции среди финансовых учреждений. Что они сделали? Они взяли традиционные бизнес-модели, вместо «да» поставили «нет». Ну, это, конечно, очень просто сейчас говорить, но тем не менее при анализе рынка и потребителя, то есть все, что делали традиционные банки, они все это сделали наоборот. В общем-то, обычная, аналогичная история. Коммерсбанк, ее руководитель решил сделать из такой очень мультисервисную историю, чтобы банк был доступен всегда, для всех и в любое время. Надо сказать, что это 70-е годы, и банк начал работать в 7.30. Было огромное количество офисов. Та же самая история. Типичная бизнес-модель меняется на другую. То есть вместо «да» мы ставим «нет», вместо «нет» ставим «да». Подождите, а это еще можно слайд назад? Это они вот так сделали или наоборот? Это наоборот. Они поставили везде деньги. Ну, то есть, да, обслужили только в рабочие дни. Наш банк говорит, нет, мы будем обслуживать не только в рабочие дни, то есть мы будем работать с уроком скрусения. Ну и так далее. Ну, тоже, наверное, старый банк. И опять же, задача учредителя была сделать такой финансовый институт с идеологией финансового супермаркета. Максимальное количество услуг, в отличие от самого первого инженера банка, в котором не было выбора вообще в принципе. У вас есть один вариант депозитов, у вас есть один вариант еще чего-то. То есть у вас один продукт и никаких вариантов выбора. Та же самая бизнес-модель. Ну, собственно говоря, часть империи вирджин. Тоже фокусируется на простоте, понятности и прозрачности. Если кто-то видел рекламные ролики этого банка, вы видели там, как пенсионеры занимаются любовью. Потому что это банк. Вот хороший немецкий банк. Это такой тренд уже банк без банка. То есть это то, что у нас делает Олег Тинькофф. Вот. Да, это Fiverr Bank. Уникальность в том, что, собственно говоря, клиенты банка знают друг друга. Это такая огромная социальная сеть. Причем банк позволяет на страницах своего портала людям занимать друг у друга деньги на банк. То есть они не боятся того, что клиенты банка будут занимать деньги друг у друга. Такая хорошая история. Более того, они не боятся того, что они, наверное, на странице своего сайта вымешивают фотографии с митингов по Кэмпер Тролл-Стрит. То есть это, кто знает, это движение, которое против банкиров, против финансистов. То есть этот банк не боится этого. Они очень активно поддерживают своих клиентов. Новые технологии. Ну, еще раз хочу сказать, что, ну, так как времени мало, то есть мы говорим о том, что мы фокусируемся на информации, на коммуникациях, и брендинг без коммуникации – это бессмысленная история. Но надо сказать, что огромное количество коммуникаций уходит в социальные сети. И если какое-то время назад все, что нам говорили, мы не могли проверить, нам говорят, что вот это хорошо, а вот это плохо, мы могли с этим соглашаться или не соглашаться. Сегодня с помощью интернета мы проверяем любое ключевое сообщение, любое обещание, и мы говорим, что, ну, посмотрите, сколько людей сейчас ищут источник информации не в традиционных телеканалах, они ищут это в соцсетях. И скрыть какие-то вещи очень сложно. Если вы помните, была такая история, по-моему, в Йомске, когда сотрудник какой-то компании, с ароваренной компанией, устроили там они пикник у себя, значит, и выложили фотографию там ВКонтакте. То есть единственная фотография, которая в итоге убила весь бизнес потом. То есть люди разглядлись, то есть, ну, через социальные сети это стало достоянием общественности. Итак, что такое сильный брендинг, это как заработать на 25% больше, чем все остальные? Это создать уникальную позицию, ее нужно выбрать, и нужно понять, что брендинг это то, за что люди платят именно своими деньгами. Это не веселые картинки, это то, от чего трудно отказаться. И вот это самая главная работа в маркетинге, найти вот эти неизбежные позиции компании, сильные стороны, которые будут выгодны для потребителя. И по-прежнему сказать, да, я проголосую за вас рублю. Ну, надо сказать, что даже в Англии 50% недовольны своим избрегательным банком, и 38% недовольны своими карточными счетами. Поэтому идеальных банков не существует, но тем не менее стратегии, по которым можно двигаться, они достаточно понятны. То есть ищите, создавайте уникальность, и создавайте ценность для потребителя, создавайте дизайнерские решения, которые у вас будут, ну, как это выделять и делать вас индивидуальными. Фокусируйтесь на коммуникациях и будьте последовательными, и, естественно, вывлекайте клиентов в ваш бренд. Ну, основные этапы работы очень простые. Если у кого-то путала фраза, пишите, звоните, вы всегда на связи. Спасибо.